Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Очередной российский ответ на действия Германии вызвал удивление и непонимание, словно там ожидали другой реакции. Как только Россия начинает отвечать европейцам, это сразу становится поводом для их огорчения и появляются возгласы про чрезмерность. Немецкая дипломатия раньше сводилась к получению недорогих российских ресурсов, и это было ключевым аспектом нашего двухстороннего взаимодействия, да вот только теперь эта политика уходит в историю. Вместе с желанием России обеспечивать своими ресурсами всех, кого попало. Не успели в России озвучить ответ на высылку российских дипломатов из Германии, как в ФРГ сразу выступили с требованием не отвечать так несоразмерно, якобы это слишком чрезмерно и нетранспарентно. В принципе, эти просьбы можно понять, ведь Россию теперь обязаны покинуть сотни сотрудников немецких дипломатических и иных ведомств. Паковать чемоданы обязаны работники дипломатической сферы, помощники дипломатов, государственные служащие, учителя, культурные посредники. Такие, как сотрудники Института Гёта и школы Фридриха Газаи в Германии, это вызвало огромное недовольство, ведь теряется возможность продвигать в России немецкие культурные и экономические интересы. Некоторые вообще предлагают перенести посольство Германии в дальние края. В Берлине потребовали от России прекратить подобную практику и не отвечать на высылку российских дипломатов, но все уговоры не высылать немецких дипломатических и культурных работников остались в Москве неуслышанными. Немецкие озабоченности просто проигнорировали и приказали собирать чемоданы сотням данных сотрудников буквально в ближайшее время. Я думаю, что в МИД Германии не очень хорошо подумали перед тем, как сказать, что российское решение о высылке огромного количества работников дипломатии и культуры является непонятным, односторонним и необоснованным. По поводу непонятным я еще могу согласиться, ведь судя по действиям немецкой стороны, там действительно не понимают, что делают. Квалификация прыгающего на батуте специалиста, которому доверили министерство, действительно оставляет желать лучшего. Необоснованным, это, конечно, слишком громко сказано, каждый в России понимает, что они это явно заслужили и это только начало. Теперь в Германии уверены, что должны поступить подобным же образом, но тогда российский ответ вновь вызовет непонимание. Достаточно вспомнить, как у Германии было отобрано право управлять многомиллиардными энергетическими активами у НИПЕР в России и запрещено выплачивать им дивиденды, и это стало ответом на отъем собственности «Газпрома» и «Роснефти» в Германии. В ФРГ тогда тоже сказали, что не понимают данного решения и требовали вернуть активы у НИПЕР, но в ответ над этими требованиями лишь громко посмеялись. В Берлине продолжают демонстративно разрушать российско-немецкие отношения во всех сферах. Недавно они заблокировали счета Российского культурно-просветительского центра и очень удивились тому, что Россия в ответ заблокировала банковские счета Института Гёте. Опять там заговорили про непонимание. Такая же ситуация с блокированием счетов двух российских новостных агентств, на что в России тоже готовятся сделать недоступными счета немецких медиа, и что-то мне подсказывает, что их будет намного больше, чем две компании. В Германии, наверное, опять выскажут непонимание. Таким образом, высылка сотен немецких работников – это демонстративное решение, которое на весь мир показывает, что отвечать Россия будет и неизбежно, а если кто-то не видит ответа, то могу им посоветовать поработать носильщиком чемоданов для этих сотрудников, которые обязаны покинуть нашу страну. Ставьте лайк, если не сильно расстроены, что в России проигнорировали чужое требование и так хорошо ответили. Зарубежные фирмы, работающие по проекту «Сахалин-2», сперва не поверили, что в России им запретили работать под прежним статусом и обязали зарегистрировать компании в нашей стране. Ведь по новым законам операторами нефтегазовых проектов могут выступать только российские организации. Безраздельно управлять российскими недрами иностранцам неожиданно запретили, хотя еще со времен СССР зарубежные экономики обогащались и строили свое благосостояние за счет российских ресурсов. Россия сегодня меняет эти устоявшиеся правила, делая данную схему достоянием историй. Кто только не зарабатывал на российских недрах в этом проекте. Британская Shell, японская Mitsubishi и Mitsui и другие, и даже нидерландская компания Switzer-Sahalin, ведь существовала система привлечения к работе иностранных подрядчиков, которые покупали исключительно иностранное оборудование специально, чтобы не развивать российскую производственную промышленность. Конечно, ни в Европе, ни в США не ожидали такого решения. Казалось бы, российские месторождения были у них в руках, а теперь их заставили отдать акции и диктуют российские правила, которые уже никогда не принесут иностранцам той бесконечной финансовой прибыли, что у них была совсем недавно. Проект «Сахалин-2» – это тот самый проект, который предполагал раздельную добычу, по которому «Газпром» был обязан покупать российский газ, добытый иностранцами на наших месторождениях. Но продавали они, конечно, не все, часть увозили себе совершенно за бесценок, пользуясь не совсем справедливыми положениями прежнего договора. Я, конечно, понимаю, что новое решение сильно ударило по иностранным финансовым интересам, но у нас теперь это мало кого волнует, а те функционеры, которые обеспечивали присутствие иностранных компаний в таких проектах, больше не имеют прежнего влияния и их давно уже отодвинули от дел, забрав все возможности. Когда некоторые страны начали экономическое давление, в ход пошли любые способы, в том числе попытки оказать влияние на производственную деятельность с целью создания колоссальных убытков. Например, нидерландская компания «Свизер-Сахалин», которая оформила договор фрахта буксиров и получила за это деньги, вдруг решила самовольно истолковать договорные обязательства и попыталась создать сложности в производственном процессе путем вывода из работы четырех буксирных судов, однако незамедлительный ответ их очень сильно огорчил. Вместо того, чтобы предоставить нидерландской фирме право самовольно трактовать контракт фрахта и принимать любые решения вразрез с договоренностями, в России принудительно обязали эту компанию следовать пунктам, под которыми они подписались. А чтобы у «Свизер-Сахалин» не возникало такого желания впредь, по остановлениям суда по запросу «Сахалин и Нерджи» наложен арест на четыре буксира. Иностранная приставка «Свизер» в их названиях не помогла избежать подобной участи. Кстати, данная компания входит в структуру крупнейшего контейнерного перевозчика «Майерс». Суть российских претензий довольно проста. Нидерландская компания прислала уведомления о выходе из проекта, и это бы принесло огромные финансовые потери из-за срыва сроков реализации работ по обслуживанию. Они нарушили договор фрахта и собирались покинуть наши воды. Да вот только никто никакие воды им не разрешил покинуть. На суда наложен арест, и они будут работать до тех пор, пока не выполнят свой договор, а потом их придется продать для того, чтобы компенсировать убытки наших компаний. Россия отказывается поставлять в Швецию сырье, древесину и металлы. В Европе не перестают оказывать влияние на торгово-экономические отношения с Россией, и результат не совсем радует владельцев европейских компаний. Вместо того, чтобы принимать чужие правила, в России, наоборот, решили оттеснить европейских управляющих от своих сырьевых рынков. Швеция на себе сполна ощущает новые подходы как со стороны Европы, так и со стороны России. Обеспечивать свое благосостояние за счет российских ресурсов там в прежних объемах уже точно не могут, ведь торговля с этой страной сократилась на 90%. Получается, Россия перестала снабжать Швецию своими недорогими ресурсами. Если посмотреть, что именно Швеция покупала у России, то там привычный набор для любой европейской страны. Топливо и нефтепродукты составляют почти 40%, химическая продукция – 38%, металлы – 9%, древесина – 6%, продовольствие – 4% от двухстороннего товароборота. То есть выходит, что Швеции от России нужны были только одни ресурсы, которые они потом перерабатывали и продавали обратно в Россию и в другие страны в виде продукции с высокой добавленной стоимостью. Сальдо складывалось отрицательное. В целом торговля составляла не более 5 миллиардов долларов в год, но потом в Швецию было продано российской продукции всего на 240 миллионов евро. Естественно, шведские товары России не особо нужны, а вот российское сырье для шведской экономики играло довольно важную роль. Если в России с легкостью заменили шведские товары и даже не заметили этого, то для Швеции в вопросе снабжения ресурсами все обстоит гораздо сложнее. Российская древесина, металлы и углеводороды не обеспечивают шведскую промышленность сверхприбылью, а дорогостоящие привозные ресурсы забирают у шведских компаний большую часть финансового дохода. Снабжение Швеции российскими ресурсами, по сути, происходило в основном через прибалтийские и финские порты, но российский транзит в том направлении сошел на нет. А налаживать новые маршруты через Санкт-Петербург и Усть-Лугу, конечно, не так легко для шведских компаний в связи с загруженностью портовых мощностей. Стоит отметить, что сокращение торговли России и Швеции на 90% является самым интенсивным по сравнению с остальным Евросоюзом, который уменьшил закупки российских товаров лишь на 5%.